Дорогие друзья, с вами снова Елена и наши уроки фэншуй. Не дня без общения с вами, это уже традиция и слава богу, что мне удается ее как-то соблюдать. Вчера у нас была кулинария, завтра будет кулинария, а сегодня между делом продолжаю рассказывать про гороскопы, потому что я сам все-таки стремлюсь изложить все о них. И еще, дорогие мои друзья, для чего вообще делаются характеристики? Говорила не раз, но комментарии так или иначе натолкают на мысль, что некоторые, например, тяготеют к 7-минутным прогнозам на неделю, чтобы примерно ориентироваться, что их ждет во время этой недели. Ну, товарищи мои дорогие, прогнозировать всем весам, например, какие-то действия в течение недели, это утопия изначально, потому что весы все разные. Плюс на каждого человека еще влияет китайский гороскоп, например, год его рождения, да даже час его рождения. Ну, как всем можно пообещать одно и то же в течение недели. Поэтому я считаю, что это маленькое шоу для легковерных зрителей, который получает какую-то установку на короткий период времени, не дай бог, чтобы она была позитивной, чтобы люди себе не отравили жизнь. Мои же характеристики, это просто сугубо для того, чтобы вы точно ориентировались в человеческом характере и для этого вам не потребовалось 20 лет жизни, чтобы потом сказать, а нафига я тебя вообще встретил, ты испортил мне жизнь и все на свете. Так или иначе, эти характеристики помогают плавать довольно-таки комфортно среди разных людей, и вы всегда сориентируетесь вовремя. Нужен вам этот человек в жизни или не? Хорошее знание гороскопа в этом смысле позволяет, например, не связать свою судьбу с ненужным человеком или не построить бизнес с человеком, который вам совершенно в этом деле не подходит. Поэтому я считаю, что эти характеристики весьма нужны каждому человеку, ну или хотя бы для общего развития, потому что даже в одной семье могут быть представители разных знаков зодиака, и когда начинаешь примерять эту характеристику на те, кого знаешь, это еще более интересное и увлекательное занятие. А мы сейчас плавно от этого вступления переходим к любовному гороскопу весов, и начнем с мужчины весов, как и в общем-то и подобает, как он себя ведет к любви, кого он любит, и стоит ли рассчитывать на нижние чувства с этим человеком. Весы как мужчины, так и женщины считаются баловнями судьбы. Не в том плане, что они проснулись уже с золотой погремушкой в зубах, и им ничего не нужно делать для собственного благополучия. Абсолютно нет. Просто Венера, которая им покровительствует изначально, наделяет их теми качествами, которые беспроигрышны в человеческих отношениях. Весы обоих полов исключительно обаятельны. У них совершенно очаровательная улыбка, как у кота из Шрека, который посмотрит вам в глазки, и вы уже не можете устоять перед его нечеловеческим обаянием. Некоторые даже считают это влияние на людей весов магическим. Магии никакой нет. Просто это их козырь, которым они достаточно успешно пользуются. Поэтому мужчина, весы довольно-таки привлекательный объект для противоположного пола. И многие его считают исключительно романтичным, нежным, чувствительным к вашему персональной личности и вообще к человечеству. Кажется, что весы весьма в этом плане нежны. Однако все это глубоко обманчиво. Весы прежде всего исключительно рациональны. То есть никогда не делают ничего, не учтя в этом вопросе собственную выгоду. И, к сожалению, на любовные взаимоотношения этот рационализм переносится в том числе. Многие знаки зодиака рано или поздно приходят полнейшее бешенство. Насколько весы рациональны. И при всей их романтичности, напускной, внешней, им глубоко фиолетово ваши личные переживания. Вы должны это знать и никогда не покупаться на этот сладкий пряник, который далеко не сладок внутри. Помните, пожалуйста, для весов первично то, что переживают лично они. И вы можете сколь угодно проливать слезы, бить себя в грудь, высекая слезу, сочувствуя весов. Внешне они сделают вид, что они вам сочувствуют. Но вы никаким образом не тронете глубинные пласты и его сердце. И в этом плане, согласятся с этим весы или нет, это делая весов, я даже не хочу вступать в дебаты в этом смысле. Просто если вы живете с весами, под одной крышей, вы прекрасно понимаете, что весов больше интересует то, что касается лично их, а потом уже вторично всех остальных членов семьи. И когда раскладываются приоритеты, кто в первую очередь должен быть обогрет или чьи дела должны быть выполнены, конечно, весы потребуют, чтобы начали с них и ими же закончили. А потом уже, как говорится, а это катан, как говорится, а остальное всем членам семьи. Этот эгоизм заложен внутри весов, к сожалению. И внешняя их нежность, чувственность и чувствительность очень хорошо прослеживается, и в принципе на нее можно положиться только когда весы находятся в равновесии. Если у весов какие-то происходят катаклизмы, чаши их равновесные выходят из-под контроля, то весы прежде всего пекутся, дорогие мои друзья, только о себе. Итак, первое и не лучшее качество мужчины весов это рационализм. И с этим, дорогие мои друзья, придется смириться. Не надейтесь, пожалуйста, что это ваша манишка, в которую вы будете плакать, и от тепла нежности к вам, а потом отогреетесь, и все будет хорошо. Весы на это, к сожалению, в той мере, на которую вы рассчитываете, не способны. Это первый момент. Весы мужчины своим дамам и вообще окружению любят раздавать огромное количество советов. Вот. Они советуют далеко не глупые вещи, потому что у весов достаточно логичный ум, и они очень быстро находят выход из положения. Поэтому, если вы к ним обратитесь с решением какой-то проблемы, вы получите как минимум 8 вариантов выхода из положения, и все они вполне будут жизнеспособны. Так что советам мужчин весов тоже можно прислушиваться. Но даже если вам нет желания прислушиваться к советам, настройтесь на то, что мужчина весы вынудит вас слушать его советы. Это мужчины, напоминаю, привлекательные для женского пола. Обычно за ними ухлёстывают с десяток девиц. И у него есть очень интересное качество. Мужчины весы редко говорят нет резко, так отчётливо, чтобы до человека дошло, что у него нет никаких шансов на дальнейшее продолжение роман. Скорее всего, вот это чувство справедливости, которое заложено в весах, их всё время будоражит в этом смысле. Они считают, что как бы им неловко обидеть человека. Даже если женщина ему сто лет не нужна, но видя как её рвение по отношению к себе, весам как-то неловко ей сразу дать отлуп. Поэтому, в общем и целом, в их жизни очень много начатых, как бы до конца незаконченных романов, эти душесчипательные, то есть последнюю точку, жирную в конце любовной истории, они поставить, как правило, не могут. Поэтому у них вот такие мучительные, тягучие взаимоотношения продлеваются очень долго. И вот эта их нерешительность и нежелание кого-то обидеть, как они понимают с точки зрения, чаще всего доводят весов до того, что они делают неправильный выбор в плане женитьбы или выбора друзей и прочее. Дорогие мои друзья, весы умудряются обоих полов выйти замуж или жениться на самых неподходящих партнерах, как правило. Это в процентном соотношении где-то 70 на 30 они умудряются только потому, что они не сумели не только разобраться в человеке, но и в принципе посчитали, что это было бы неловко с ним расстаться и по этому поводу они жениться. Странная формулировка, но тем не менее таковое место имеет быть. Весы вообще это, как и все знаки воздуха, это ходячие противоречия. Они сами с собой бывают очень редко в гармонии. Я вам говорила, что их настроения могут меняться как погода. С утра ветер, после обеда дождь, к вечеру солнышко проглянуло. Вот такие они непостоянные. Точно такое же непостоянство и нерешительность в них просматривается, ну и в человеческих отношениях в том числе. Вы должны это прекрасно понимать. И постоянно колебляясь и пребывая в некоторой нерешительности и опасаясь совершить ошибку, что весы своим долгообдумыванием чаще всего делают тот неправильный выбор, который потом, собственно, им отравляет жизнь. Но с другой стороны, даже если повезло весам, и вы стали его супругой, к примеру, и на каком-то этапе жизни вам показалось, что весы не лучший для вас выбор, и вы хотите прекратить эти взаимоотношения. Сделать это практически будет нереально. Весы очень тяжело расстаются с тем, что уже считают своим по определению. Весы большие собственники. Это касается не только вещей, которые они считают своими и никому не разрешают прикоснуться к ним, но как бы очень охраняют свое личное, что они считают, например. Даже вот есть знаки зодиака, которые легко позволяют, например, своему партнеру взять лакомый кусочек со своей тарелки. Но, к примеру, да, или выпить чай из своей чашки совершенно свободно, как бы считая, что это правильно. То есть муж жене позволяет. Весы очень дительно в этом плане следят, чтобы из чашек их не пили, не потому что им жалко, а потому что вот то, что они уже пометили своим, им и должно принадлежать. Всякие поползновения в этом смысле, они отсекают очень жестко. Но такой у них характер, и вы должны об этом знать. А что касается мужчин, весов, от которых собираются уходить, как они, например, удерживают женщину? Они сразу все раскладывают по полочкам, вступают в диалог со своим партнером. И в этом диалоге, совершенно логически, разложив по полочкам, выдвигают аргументы, по которым их оставить никак нельзя, и уйти от них совершенно невозможно. Ну, то есть это совершенно нерационально, это неправильно. Это вот, ну, сделать практически нельзя. И что и удивительно, поскольку все-таки знаки воздуха, это люди, обладающие чувством слова, умением разговаривать, и, кроме того, они умеют воздействовать на людей, как правило, жертва, которая уже собрала чемоданы, самым невероятным образом остается дома, и как бы пытается опять все сгладить, и наладить взаимоотношения с мужчиной и весами. Это, конечно, фантастика. Так вот, если вы сделаете так, и не хлопнете дверью, то есть решительно останетесь при весах, во что вас ожидает? Весы вообще в идеале стремятся полностью, так сказать, подчинить жизнь своим интересам. И, безусловно, что женщина, которая живет с весами, должна настроиться на то, что у нее скоро не останется собственного мнения, что у нее скоро не останется собственных интересов, весь мир будет подчинен мужу весам. Это вот они умеют, к этому они стремятся, на этом они наставлю. Мало того, что вы будете вокруг него видеться с утра до ночи, так вы еще будете заглядывать ему в глаза, выискивая там одобрение своим действием, вот, и, так сказать, заискивать какого-то внимания с его стороны. Это идеальное взаимоотношение, которое видит мужчина весы. Мужчина весы рассчитывает, что он гвоздь программы, а вся программа написана только для него. И женщины, которые живут с мужчинами весами, вы с этим столкнетесь, так или иначе, безусловно. Получается, что весь мир для весов, а для козерогов, скорпионов и прочего народа, знаков зодиаков, оказывается, они только должны быть призваны для того, чтобы удовлетворить запросы мужчины весов. Это их идеальный взгляд на вещи. Идеальный он для вас? Я не знаю, это редко, кто готов так прогибаться и прислуживать весам. Но, напоминаю, если вы решили уходить от весов, уходите всерьез, затыкайте уши ваткой, не вступайте в диалоги, не слушайте их аргументов, потому что они вас заболтают, и вам вдруг покажется, когда вы уже уходите, решительно открыв дверь, и вам вдруг может показаться, что вы просто такое сокровище оставляете, что не дай бог, от него никак нельзя отказаться. Говорит, такая корова нужна самому. Мультик, помните, как мужик корову на базаре продавал? Вот, весы себя умеют так рекламировать, что вам вдруг покажется, что такое сокровище нужно вам непосредственно. На самом деле, это сокровище мечтает только о том, чтобы у него в жизни было все, как он хочет, чтобы вокруг него был фейерверк действий, чтобы они были в центре внимания. И добиваясь от женщины этого, они пускаются на всякие разные уловки. Самый главный их аргумент, это видимая напускная романтичность, которую они подают как черту своего характера, и многие на это покупаются. Вот, ну и свою очаровательную улыбку, которую дала Венера, Венера богиня любви, она точно знает, что подарит своим детям для того, чтобы они имели методы воздействия на нас, на окружающих. Весы в любом случае, будь то деловые отношения или личные, свою улыбку очень часто используют и довольно-таки успешно. Итак, дорогие мои друзья, я не могу пообещать, что вам с весами будет легко и комфортно жить, ровно и гладко, по той простой причине, что весы сами не могут вам этого обещать. Они переменчивы, и настроение свое контролировать, в принципе, это не главный их козырь. Они не всегда с этим справляются, соответственно, вы живете с беспокойным, переменчивым человеком, и вы должны об этом знать. Еще раз по поводу их, вот этого фантастического эгоизма, который с ними родился вместе и лежал в колыбели. Вам иногда для того, чтобы привлечь к себе внимание, надо будет на голову встать или, например, прыгать или что-то делать, чтобы привлечь его внимание. Помните, что прежде всего, даже если на вид они прекрасные семьянины и что-то из себя выжимают, внутри они прежде всего переживают, только о самих себе. И если, например, у них в этот момент равновесие нарушено, и они чем-то очень сильно озабочены, вам надо будет проявить нечеловеческое совершенно терпение и для того, чтобы привлечь и к своим проблемам его внимание. К сожалению, это так. Прежде всего, как говорится, сначала сидим ваше, а потом каждое свое. У него все-таки, так или иначе, эгоизм стоит во главе угла в любом совершенно деле. Поэтому вы должны быть к этому готовы. Но, к сожалению, это так на самом деле. И еще одна вещь, которая может довести любого человека до невыносимого состояния, более рационального, это то, что у нас в лесу постоянно сомневаются. Для лесов самая большая проблема и то, чего они боятся, это совершение ошибок. Поэтому это, собственно, их неприятная черта проявляется в любовных отношениях в том числе. Вот я вам приведу такой пример. Дело в том, что мужчина-весы, он очень искусствен в любви. Не в плане физической, физиологической. И у нас не на эту тему передачу. Это мы обсуждать не будем. А в плане искушения женщины. Умения ее очаровать, ее добиться. Самые неприступные женщины рано или поздно на обаянии лесов попадаются весьма успешно. Но что удивительно, вот он достигал этой высоты, он желал эту женщину, он ее достиг. А потом вдруг, когда уже надо насладиться, так сказать, непосредственно обстановкой, он начинает думать, а что дальше делать, а для чего это он сделал. То есть сказал А, надо говорить и Б. А у него начинается масса всяких сомнений. А надо было? А ошибку ли он совершил? А для чего ему эта женщина? А нужно ли на ней жениться? Дело в том, что каждую третью женщину, с которой встретился мужчина-весы, он предположительно видит своей супругой. И вообще у них отношение к женщинам такое. Ну, дети Венеры, что вы хотите? Интерес к любви, к любовным вот этим вот флиртам, завоевыванием. У них сохраняется до 90 лет. Уходят вместе с ними на тот свет, и ничего они с этим поделать не могут. Но дары Венеры, они же соответственные. Им это нравится. Им нравится вот это, интриговать женщину, завоевывать. Даже если они счастливы в семье, это не значит, что они не чувствуют. Им нужен флирт. Их флирт поджигает. Им нужно все время свежие эмоции, которые им позволят себя комфортно чувствовать. Безусловно, даже весы могут втянуться в рутинную жизнь и втянуть свою лямку. Но они лишаются части своего многогранного характера, своего огня, своего чувственного свечения. Потому что, если они лишены обстановки, в которой они могут чувствовать, что они интересны, что женщины как бы к ним тянутся, они теряют часть своего шарма и остаются просто знаком заделка. А мы ведь сейчас говорим о том, что нужно весам как таковым. И так, к женщинам они неравнодушны. И их внимание, это их, просто можно сказать, питание и так далее. Но зачастую, начиная любовный роман, они так и не понимают, для чего они это делают. или неожиданно останавливаются на полдороге, только из каких-то там сомнений, которые у них возникают в душе. Так что бывают такие моменты, вы должны о них знать. То есть, был у вас жених весы и вдруг куда-то рассосался. Наверное, он сидит где-то в засаде и обдумывает, а для чего это он вообще к вам ходил. Не потому что вы плохи, а потому что он полон всегда сомнений. Напоминаю, многим знакам зодиака приходит на ум позавидовать весам, мужчинам или там еще молодым людям, что они все время окружены женским вниманием. Поверьте, для весов это достаточная обуза. Дело в том, что они не умеют, напоминаю, говорить решительное нет, поэтому затягивают постоянно вот эти какие-то на полусловия взаимоотношения. Поэтому каждая окружающая девушка вокруг него, которая привлекла его внимание даже мимолетное, на что-то надеется и рассчитывает. Поэтому вокруг них все время вьется целая толпа. А весы мучительно с ними продлевают уже ненужные для них отношения только потому, что не умеют сказать решительно нет. И вот это вот их великая так сказать беда. С одной стороны они разрушают много женских судеб только потому, что они не умеют жестко и решительно отказывать, то есть ставить окончательную точку в взаимоотношениях. Поэтому на них очень часто обижаются, считают их бессердечными, бесчувственными. А весы прежде всего в взаимоотношениях боятся показаться несправедливыми. То есть вроде бы достойная женщина, где эти аргументы найти, чтобы сказать ей, что она ему не подходит. Он их не находит, ему кажется это несправедливым. А несправедливым быть это все равно, что убить. Поэтому из вот этой какой-то нерешительности и стыдливости они думают, что жизнь все расставит на места и само рассосется. Рассасываться оно очень тяжело. А что касается женских судеб, то это весьма все мучительно. Соответственно весы славут разрушителями судеб. Но поверьте мне, тут если вы чувствуете, что весы каким-то образом вас все-таки избегают или как бы ваши отношения не переходят в новую фазу, уйдите сами, пожалуйста. Освободите весов от непосильной для них ноши, расставлять все точки над и поймите сразу, если весы не доводят дело до алтаря или появляются изредка, а то и вовсе исчезают. Оставьте их в покое. Вероятно, они таким образом вам дают понять, что не ко двору. Сами они, напоминаю, решительно редко предпринимают какие-то шаги в этом смысле. Вот. И тут, конечно, на них влияет херон. Я ничего не могу сказать. Планета справедливости. Они во всем хотят быть справедливыми. Они вообще пришли в этот мир как эталон справедливости. Как у них это получается, я вам только что сказала. Их справедливость заканчивается испорченной жизнью многих женщин, но тем не менее по-другому они действуют просто, дорогие мои друзья, не могут. Поэтому то, что внешне нравится другим знаком зодиака и даже является, можно сказать, предметом зависти, для самих весов не всегда приятная ситуация. Когда много вокруг тебя кандидаток на твое сердце, иногда это даже затруднительно. И вот это нежелание совершить несправедливый поступок иногда толкает весы именно на несчастливые браки. Они женятся на женщине, которая сумела им внушить, что бросить их это великий грех, что они не заслуживают такого к себе отношения. И вот это чувство стыдливости может подтолкнуть весы на выбор партнера, который ему совершенно не подходит. И тем самым они пропускают свою настоящую любовь в жизни. Поэтому несчастливых браков в жизни весов, как мужчин и женщин, достаточно много. Это все из-за того, что им было неловко или стыдно или несправедливо порвать с этим человеком отношения. Ну вот такая вот у нас маленькая экскурсия в личные отношения. Конечно, весы весьма противоречивы знаками. Я будучи знаком земляным и более прямолинейным, у меня справа белое, слева черное, и мне понятно. Люди, которые живут в сером цвете, то есть у них все время всего намешано, они сами не понимают, куда они зачастую идут, не могут совладать своими настроениями. Для меня они тяжелые, а для меня они непонятные. Но весы свои знаки, как правило, весьма очень любят, потому что в этой многогранности, в этой непостоянности они находят какие-то краски жизни. Но честь им и хвала, весы, конечно, очень свой знак уважают, и есть за что уважать, поскольку вот эта непостоянность, допустим, в отношении компенсируется многогранностью к восприятию прекрасного. они прекрасно понимают музыку, живопись, искусство, они все время тяготеют всему красивому. В этом есть определенный смысл, это компенсация за нерешительность личной жизни или за испорченной судьбой. Ну, всегда, говорят, система сообщающихся сосудов в каком-то убыло, то есть здесь недостатки, но компенсировалась за счет другого. вопрос не в том, как чувствуют себя весы в своем знаке, вопрос в том, насколько с ними комфортно жить, вы должны это понимать. Люди переменчивые, неустойчивые, склонные к постоянным переменам, это люди достаточно своеобразные. И они подходят только тем знаком зодиака, которые сами страдают подобными же явлениями. Как говорится, подобное притягивает подобное, поэтому в данном случае пара у нас еще с вами впереди, но мы продолжим экскурсию по характеру мужчины-весов. С властными женщинами, которые внушили весам чувство вины, вот, например, что они были несправедливы, весы становятся робкими арестантами, которые вынуждены считаться с мнением своей властной жены. Но в основных случаях, и таких случаев большинство, весы умудряются подмять под себя вторую половину и сохранить за собой свободы, к которым они стремятся. Вообще, как все воздушные знаки, они не терпят над собой тотального контроля. Их это выводит просто из себя совершенно бесповоротно. Весы сами любят контролировать в данном случае, поскольку они прежде всего считают, что мир рожден для них, то, соответственно, всякие потуги и поползнания со стороны второй половины вызывают у них негодования. Рано или поздно они отвоевывают свое место под солнцем и совершенно спокойно наслаждаются своими свободами. Плохо, так сказать, за якоренные весы продолжать заводить романы на стороне, но если весы счастливы в браке или считают, что они всего там достигли, у них все нормально, они, собственно говоря, вполне комфортны, когда у них хорошее настроение, безусловно. Самое главное, что мудрая жена никогда не будет копаться, где они были, что они делали, расписывать им жизнь и контролировать ее. Не надо этого делать, воздушные знаки должны ощущать себя в воздухе, то есть иметь свою личную свободу. Не намекайте своему мужу весам, что он где-то вам изменял, иначе он так и сделает рано или поздно, потому что недоверие вызывает противодействие человеку, вот, например, вы ему не доверяете, он еще не проштрафился, а вы ему уже внушаете мысль, что он где-то ходит, тем самым его просто туда подтолкните. Не будите лихо, пока оно тихо. Весы должны себя ощущать, что они все-таки над ними нет особого контроля, и это совершенно правильный подход к весам, и я вам его уже сейчас озвучила, подумайте над тем, что я сказала. Вам будет казаться, что мужчина весы, с которым вы проживаетесь, очень нежно интересуется вашей жизнью, но это его внешняя подача информации, и внешний облик, с которым он приходит к людям. На самом деле ему глубоко фиолетово, чем вы живете. Исходя из этого, они когда вы что-то им рассказываете, какую-то историю в своей жизни, вероятно вы рассчитываете, что вы услышите с сочувствием. А весы смотрят на эту историю, как на факты, которые надо проанализировать, чтобы вы понимали разницу между подходом тех или иных знаков зодиака к вашей душещипательной истории. Вы ее рассказываете с надрывом, и в конце этого разговора вы хотите получить, так сказать, сочувствие, что вы обниметесь и заплачете просто от той боли, которую вы пережили, от тех нервных потрясений, которые с вами случились. А весы вам расскажут, как надо было выйти из этой ситуации, то есть расложат факты по полочкам. И в этом плане, что удивительно, на вид они весьма чувствительны, как бы расположены к вашей информации, как будто бы располагают, и вы надеетесь на это сочувствие, а на самом деле его это не трогает. И это корень и причина всех неудовольствий и разочарований в знаке весов, которые постигают их партнеров. Не ищите, пожалуйста, там сочувствия и глубинных совершенно каких-то форм трансформации по отношению к вашему горе и к вашим битии. Внешне это будет выглядеть прилично, но в душе весы останутся совершенно равнодушны к вашим плачам истинаниям. И вы должны быть к этому готовы изначально, а не мало чувствительны к тому, что не касается лично их. Если я не случайно сейчас акцентирую на этом внимание, вы должны это знать и быть к этому готовы. Если вам надо получить совет, как выйти из этой ситуации, тут весы вне конкурса. А вот если вы хотите сочувствия, поищите более чувствительные знаки. Это особенно знаками весов. Эгоисты это одним словом сказать. Внешне они могут несколько приукрашивать свой эгоизм. Находят вот эти обаятельные штучки, чтобы завести человека в заблуждение. Но не обольщайтесь, пожалуйста. Внутри их красивой упаковки лежит прежде всего эгоизм и желание удовлетворить прежде всего свои интересы. А потом возможно если хватит даров поделиться с другими. Поэтому вы должны это прекрасно знать. Знаки весов сейчас могут насторожиться и обидеться. Пожалуйста не надо обижаться. Это есть таковое на самом деле. Если вы в глубине души все-таки подумаете над своим характером, вы увидите, что на 30, на 40, на 90, а то и на 100% свои интересы в семейных делах, в вопросах бизнеса и прочее. Вы ставите свои изначально. Вы не будете думать о других, пока вы не уверены в том, что учтены ваши интересы. Вот к сожалению есть такая особенность, которая глубоко ранит некоторые знаки зодиака. Но я вас предупредила. Поэтому в данном случае, если вы готовы делать интересы вашего супруга весы своими, если вы готовы ему служить верой правды, то пожалуйста этот знак для вас, этот мужчина тогда совершенно очаровательное существо, в которое вы будете влюблены до глубокой старости. Но вы будете жить во имя его, его интересами, его потребностями. то есть вот как-то так, дорогие мои друзья. Итак, дорогие мои друзья, маленький вывод. Если вы ищете в весах сочувствия, не ищите. Если вы ищете логичную расстановку всего по полочкам и поиск выхода из какой-то ситуации, это вы попали туда. Как говорится, в этом вопросе у весов нет ничего личного, то есть лишнего, как они понимают. Они очень ловко и быстро раскладывают всю ситуацию от начала до конца и их советы весьма практичны и логичны. И поскольку они, еще дорогие мои друзья, в любой информации не отсекают личное, то есть касается, что касается именно вас, вот вашего внутреннего я, который им глубоко фиолетово, им очень правильно и разумно доверять тайно. Если вот у вас есть например, вас переполняют какие-то тайные истории и вам нужно куда-то кому-то рассказать и знать, что они никуда не выйдут потом на поверхность, изберите весов. Весы чудесно умеют хранить тайны, потому что им глубоко фиолетово, кто их рассказал. Они это впитывают как информацию, если вы при этом у вас какая-то тайная информация, которая требует помощи какой-то со стороны, они вам всегда подскажут правильный выход из ситуации. И в принципе весы прекрасной копилки чужих тайны. Их не разглашают, ни с кем их не обмусоливают. потому потому что напоминаю, тайно интересно, почему сплетники сплетничают, что-то узнали и начинают. Им важна ваша личность, как вас корчит, как вам неприятно, понимаете, в этой ситуации, или подсмеяться над вами, потому что вам важно ваши душевные переживания. А весам важна только история, в которую вы попали и способы как из нее выйти. А ваши личные вот там вот кипения и волнения их не волнуют. Поэтому в данном случае советы весов очень уместны даже не столько в личных делах, где вы больше рассчитываете на сочувствие, когда рассказываете, а в вопросах бизнеса, деловых вопросах, например, там, житейских, практичных вопросах. Здесь они очень четко дают правильные и рациональные советы. Поэтому люди мудрые, кому нужен в общем-то советчик, часто обращаются к весам, если они есть в их окружении. Их советы весьма уместны. Вся особенность взгляда весов на людей заключается в примере, который я вам скажу. Вот он, например, смотрит на вас, вы только познакомились. Он видит, что вы очень ярко, дорого, экстравагантно одеты. И у него сразу возникает мысль, что вы транжира. Вы такие деньги тратите на шмотки, значит, вы не умеете их считать деньги. дальше звучит в голове прямой логический вывод. Значит, если эта транжира, если она не умеет не знать цену деньгам, то в плане денег на этого человека нельзя положиться, никаких дел и бизнеса с ним иметь нельзя. Вот вам логическая цепочка. А он видит вас только первый раз. И он уже не только проанализировал вашу внешность, прикинул, сколько это стоит, например, ваша одежда, но и сделал выводы уже лично касаемо его, чего бы он с вами мог сделать, а чего не мог. То есть он уже сразу для себя решил с этим человеком денежные вопросы решать никогда нельзя. Даже если это была мимолетная встреча, и завтра вы уже никогда не увидите. Вот логика. Он начинает что-либо обдумывать, а в конце стоит, что бы я мог поиметь от этого человека, или в чем бы он не был полезен. Вот и в результате выясняется, экстравагантная одежда делает невозможным для лицов с вами денежных отношений. И бесполезно, например, говорить, что вы были, например, вы болели очень долго, а потом, например, вы решили поднять свой дух, пошли в магазин и за последние деньги купили вот этот наряд, чтобы как бы, знаете, вот этот женский шапоголизм, пошел что-нибудь, купил какую-то ерундистику, и на душе стало приятно. Эти аргументы не для весов. Они никогда не оценят, что ради душевного спокойствия кто-то пошел шапоголил и получил удовольствие или спасительный круг, например, от депрессии. Они этого не поймут и бесполезно им об этом говорить. Я надеюсь, что я вас не запутала, почему я вот такие вот привожу примеры. для того, чтобы очень многие считают весы бесчувственными, эгоистами. Дорогие мои друзья, так оно и есть на самом деле. Вы должны быть к этому готовы. Да, весы, если они более-менее с головой и со здравым смыслом дружат, они всегда создают картинку, что они очень душевные, чудесные, замечательные, склонные к сочувствию. Но это напоминаю, это внешняя ширма. За ней стоит человек, который прежде всего, где бы он не находился, и чтобы он не делал, преследует личные, свои рациональные интересы. И, не зная броду, несусь в воду. Когда знакомитесь с лесами, не забывайте, пожалуйста, о моих словах. Напоминаю, весы и с весами женщины счастливы только те, кто добровольно идут в услужение интересам другого человека. Если у вас такой склад характера, ничего не ищите, срочно выходите замуж за весы. А если вы сами амбициозны и эгоистичны внутри, то у вас будет вечный конфликт отношений и интересов. В конце концов ваша жизнь превратится в кучу скандалов. И каждый будет несчастлив. Потому что два эгоиста под одной крышей это уже слишком много, дорогие мои друзья. Ну что ж, дорогие мои друзья, мы неизбежно подходим к финалу нашего разговора. Как вы поняли, дорогие мои друзья, если вам нужна логика, интуиция, четкий ум, это, пожалуйста, к весам. Здесь они непревзойденные. Если вам нужно доверить кому-то свою тайну, тоже, пожалуйста, к весам. Это уже, как говорится, внешне они выглядят как сплетники, которые интересуются всем на свете. На самом деле далеко не так. Я вам уже сказала, что весы умеют хранить тайну, поскольку не носят ничего личного касаться вас. Он это слушает как абстрактную историю из жизни человечества. Поэтому не нося ничего личного, они не будут самозабвенно мусолить вашу личность другими людьми. Им рассказали историю, как историю они хранят. Вот. Теперь дальше. А вот с логикой интуиции уму у них все замечательно. Поэтому в делах бизнеса, практичных делах вы можете всегда со своим мужчиной весами это дело обсудить и получить рациональный, правильный, совершенно нужный совет. Чтобы вы понимали, за душевным теплом к ним ходить не нужно, а за правильным советом это пожалуйста. мужчины весы большие спорщики. Причем спорят они зачастую из абстрактного азарта. По существу вопроса они не пытаются вас поставить под свои знамена и не кипят ничуть, а просто спорят потому что так хочется, потому что от ничего делать. спорить они весьма любят. И потом они любят всех судить. Но помните пожалуйста, что чаша весов правосудия это тоже знак весов. Вы же прекрасно это понимаете. Поэтому они хотят они того или нет, они все время озабочены суждением о чужой справедливости, о чужих поступках с точки зрения справедливости. этот человек поступил правильно или неправильно. Весы все время об этом думают. И веселая у нас история получилась про любовь. Но дорогие мои женщины, то что я хотела вам рассказать, я рассказала. К сожалению, встречаясь с весами, вы всегда должны помнить, что прежде всего весы, а потом ваши души и ваши поступки. Если вы к этому готовы, если вы будете хорошо следить за детьми, держать дом в чистоте, заведете в нем гармоничную приятную обстановку, ваш муж в весы будет исключительно с вами счастлив, чего я ему и желаю. Спасибо за субтитры DimaTorzok.